Привет! А вам когда-нибудь приходилось наблюдать удивительные феномены на земле, в небе или может быть под водой? Ведь в мире существует большое количество естественных чудес, которые поражают своей необычностью и величием, и вызывающие у людей чувство восхищения и море эмоций. С вами канал Топ Смайлз, и сегодня мы подготовили для вас подборку из удивительных чудес природы, которые наверняка вызовут у вас восторг и восхищение. Поехали! Как известно, природа неустанно удивляет людей, и существует множество природных явлений, которые чрезвычайно трудно объяснить. И пожалуй одним из самых загадочных можно считать рыбный дождь, который происходит стабильно один раз в год, недалеко от города Яро, в Гондурасе. Происходит это во время сезона дождей, которые длятся с мая по июль, начинается все обычно во второй половине дня, когда над городом нависает огромная темная грозовая туча. И спустя примерно минут 40 после грозы, которая сопровождается яркими вспышками молний и оглушительными раскатами грома, все лужи в округе наполняются еще живой рыбой. Привыкшие к такому удивительному явлению, местные жители нисколько не боясь выбегают на улицу с корзинами в руках. Ведь самое большое количество рыбы находится в болотистых лугах у подножия потухшего вулкана Эль-Маль, поэтому там царит настоящая давка. Но рыбы всегда хватает на всех с избытком, ведь в буквальном смысле сотни тысяч серебристых сардин беспокойно плещутся на мокрых луговых полянах. Люди собирают всю рыбу без исключения. И, конечно же, съесть все за раз у жителей небольшого городка не получится. Поэтому часть добычи они помещают в неглубокие бассейны, заполненные дождевой водой. Интересный факт заключается в том, что все те, кто пробовал эту рыбу, утверждают, что ее вкус совсем не похож на обычную. Миграция красных крабов в Австралии. Это уникальное природное явление можно наблюдать на австралийском острове Рождества. Ежегодно в ноябре или декабре миллионы красных крабов мигрируют из тропических лесов, расположенных в центральной части этого небольшого клочка суши, на побережье Индийского океана для размножения. Начало передвижения зависит от погодных условий, смены фазы луны и дождей, ведь крабам жизненно необходима влага. Иммиграция начинается с приходом первых ливней. Асфальтированные дороги и тротуары, тоннели, тропинки и океанское побережье на несколько недель становятся похожи на живые волны из этих членистоногих. Этот процесс в среднем занимает до 18 дней. И животные, количество которых достигает до 120 миллионов особей, создают подобие красной ковровой дорожки. При этом, имея колоссальный приоритет, для ракообразных перекрывают трассы и строят временные мосты, позволяя добраться до побережья с минимальными потерями. Зеленое озеро Грюнер-Зе – это небольшой, но уникальный и очень известный водоем в федеральной земле Штрия, в окружении лесов и альпийских гор на высоте 768 метров над уровнем моря. Озеро уникально за счет феномена сезонного изменения его уровня воды. Ведь зимой он практически исчезает, и глубина водоема не превышает и двух метров. А в теплое время года, когда начинают таять снега с окружающих его гор Хохшваб, оно наполняется водой и даже заливает территорию вокруг. При этом температура воды, глубина которой достигает до 10 метров, остается холодной и не превышает 6 градусов по Цельсию. Но уже в июле она начинает стремительно убывать, поэтому месяц максимальной полноводности является июнь. Лавочки, дорожки, камни и другие объекты вокруг озера являются парком, и когда оно наполняется водой, то все это оказывается на дне, а потом снова на суше. И так каждый год в бесконечном цикле. Название ему дал уникальный изумрудно-зеленый цвет воды из-за дна водоема, ведь озеро находится в окружении гор, поэтому ветер почти не создает волн, и горная вода в нем кристально чистая. За счет этого достигается феноменальная видимость сквозь воду до 50 метров, а с берега отлично видно все озеро и его дно. Водоем даже называют Альпийским Карибским морем. Застывшие метановые пузыри. Они кажутся каким-то потусторонним явлением, словно летающие тарелки, которые упали в воду и замерзли. Или как древние медузы, замурованные во льду. Но на самом деле эти ледяные круги состоят из застывших пузырьков метана, которые застывают под водой, создавая захватывающий пейзаж. Их можно увидеть зимой в озерах, расположенных в северных широтах, например в озере Абрахам в канадской провинции Альберта. Они появляются тогда, когда трава и животные, оказавшись в воде, тонут и становятся пищей для бактерий, выделяющих метан, превращаясь в десятки тысяч белых ледяных дисков. Это очень завораживающее, но вместе с тем и очень опасное зрелище. Ведь мощный парниковый газ не только приводит к потеплению на планете, но и является легковоспламенимым. Весной лед тает, и пузырьки метана начинают лопаться и шипеть, выбираясь из ледяного плена, и если кому-нибудь вздумается зажечь поблизости свечку, то вся эта масса загорится и произойдет чудовищный взрыв. Любопытные путешественники могут поглазеть на эти газовые чудеса на озерах канадского национального парка Банф. Или на берегу северного ледовитого океана со стороны Сибири, где ученые наблюдали колоссальные пузыри газа диаметром по 900 метров. Деревья-коконы в Пакистане Внешний вид этих пакистанских деревьев хорошо бы вписался в какой-нибудь фильм ужастиков. И очень даже неспроста. Тысячи стволов и крон деревьев напоминают огромные коконы. Это странное явление произошло после самого катастрофического за последние 80 лет наводнения. Затоплена была большая часть страны, и пауки, спасаясь от потопа, обрели на ветвях и листьях убежище. В результате чего деревья оказались полностью покрытыми белой липкой сеткой, словно инием. Членистоногие настолько сильно оплели деревья паутины, что лишили растения нормальной возможности получать солнечный свет. А местные жители утверждают, что видят это явление впервые. И на первый взгляд то, что сначала пугало людей, впоследствии обернулось немалой пользой. Ведь раньше во время паводков местность оказывалась оцепленной не только стоячей водой, но и огромным роем комаров. Теперь же плотная паутина оказалась для насекомых преградой, а обитатели селений вздохнули с облегчением. Ведь местные комары с давних пор являлись разносчиками малярии, поэтому с нашествием пауков отступила и болезнь. Миграция бабочки-монарх. Период с ноября по март. Бабочки-монарх – одни из самых красивых существ, которые искренне вызывают чувство восхищения и любви, демонстрируя яркое соединение оранжевых и черных цветов, и часто встречаются в США, Мексике и Меланезии. Осень знаменует собой начало одного из самых удивительных зрелищ в Мексике – миграции этих красивейших насекомых, которые прилетают сюда с кордильяр на зимовку, в леса штатов Мичакан и Мехико. В это время можно одновременно увидеть миллионы этих красивых созданий. Удивительный факт заключается в том, что ни одна отдельно взятая бабочка никогда не совершала полное путешествие длиною в целых 3200 километров. Ведь жизнь монарха коротка, и родившиеся в начале лета особи живут всего два месяца, так что во время перелета проходит жизнь нескольких поколений. А для тех, кто появился на свет в конце лета, природа предусмотрела особую форму существования, которая называется диапаузой. Так называется состояние оцепенения, во время которого замедляются процессы старения, и бабочка может пережить зиму. Но когда теплеет, они одна за другой просыпаются и поднимаются в воздух, отправляясь на север, а уже их правнуки снова вернутся сюда, укрываясь от северной зимы. Радужные в калитку. Одно из самых необычных деревьев, которое только можно себе представить. И необычность эта заключается в цветной, будто раскрашенной художником коре, которая сменяя предыдущий слой меняет также и свой цвет. А кора у растения опадает ежегодно, и всегда в разное время. Внутренний слой является ярко-зеленым, но по мере созревания он темнеет и меняет свой оттенок. Так и получаются наслоения из синего, фиолетового, оранжевого и темно-бордового тонов. Дерево достигает высоту 75 метров, с диаметром ствола около 2 метров и 40 сантиметров. В естественных условиях радужный эвкалипт растет на территории Филиппин и Индонезии. И это единственный вид эвкалипта, естественная среда, обитание которого приходится на северное полушарие. В настоящее время дерево широко распространено по всему миру в качестве декоративных и естественных древесных насаждений. В основном для поддержания баланса их количества в дикой природе, используемых в изготовлении бумаги. Необычное пятнистое озеро Клилук, находящееся в канадской провинции Британская Колумбия, в районе города Ассоэс, известно своими удивительными пятнистыми ландшафтами. А все потому, что вода, насыщенная минеральными солями, обладает самой большой в мире концентрацией сульфата магния, кальция, натрия, а также серебра и титана. Поэтому такая природная аномалия и является причиной появления разноцветных резервуаров. Ведь наиболее насыщенные оттенки характерны для летних месяцев, когда образующиеся пятна на поверхности озера окрашиваются в зеленые и желтые цвета. Но в другое же время года преобладающим цветом является графитно-серый. Круто, не правда ли? Вода в водоеме непригодна для питья, в ней нельзя купаться, и нет ни рыбы, ни земноводных. Обитают только немногие специфические микроорганизмы. В жаркое лето корка озера настолько плотна, что ходить по ней можно не опасаясь провалиться в воду. Однако водоем формально является частной собственностью канадских индейцев, поэтому доступ туристов на поверхность запрещен, а границы обнесены колючей проволокой. Но для наблюдения за природной аномалией, рядом с озером построена смотровая площадка, и установлено информационное табло. Кочующий остров Сейбл, который еще называют остров убийцы или кладбище кораблей. Моряки опасаются и даже боятся, ведь он один из немногих, кто умеет передвигаться и бродить по океану как ему вздумается. Это самое опасное место во всем Атлантическом океане и находится менее чем в 200 километрах от берегов Канады. Он является своего рода вторым Бермудским треугольником в мире. Такую дурную славу остров заслужил тем, что у его берегов постоянно происходили кораблекрушения, а все рыбаки и путешественники как огня боялись попасться у него на пути. Да и сегодня процент попадающих в переделки суден у его берегов настолько велик, что поражает воображение, взывая мысли о нечистой силе и морских дьяволах, манящих и обманывающих моряков. На самом же деле все довольно просто. Навигация в прибрежных водах острова осложнена наличием двух встречных течений, теплого гольфстрима и холодного лабрадорского течения, порождающих водовороты. И благодаря этим течениям, остров движется со скоростью 200 метров в год, что тоже является причиной навигационных ошибок, ведь выяснить его точное топографическое нахождение подвластно лишь спутникам. За последнее столетие наблюдений злополучный остров переехал на 20 километров на восток. В наше время там проживает около 30 человек местного населения, обслуживающие маяк и метеорологическую станцию. А также около 500 диких лошадей и огромного количества морских котиков и тюленей телеков. Если понравилось видео, жми на лайк. Также буду очень благодарен всем, кто нажмет на колокольчик, так как вы первыми узнаете о новинках на канале. И спасибо всем, кто досмотрел до конца. До встречи.